Фундаментальная арифметическая лемма. Не путать с основной теоремой арифметики. Фундаментальная. И еще не путать с фундаментальной леммой из очень высокой теории чисел, за которую НГО получил Филсовскую премию. Фундаментальная арифметическая лемма. Вот. Значит, она нам в помощь будет очень сильно. Пусть А1, А2, так далее, АК, больше нуля, целые, попарно взаимно простые. Ну, то есть, вот в наборе, на который раскладывается намножитель А1, в наборе, на который раскладывается А2 и так далее, ни в каких двух наборах нет одинаковых простых. Это все непересекающиеся наборы. Все, значит, здесь разные простые, здесь еще разные простые, все здесь новые, совершенные и так далее. Так вот, пусть это целые, попарно взаимно простые. И, значит, И имеет место равенство. Такое. Б в степени Н равно А1 умножить на А2 и так далее на АК. Ну, здесь можно считать Б больше нуля, хотя это не обязательно, потому что, раз они все больше нуля, то справа уже стоит больше нуля. И если Б меньше нуля, значит, Н четная степень. Но тогда Б в Н и минус Б в Н это одно и то же. То есть, это, в принципе, можно считать Б больше нуля, а можно и не считать. Итак, вот в этом случае каждая АИ является Н-ной степенью некоторого целого положительного числа. Вот такое крутое утверждение. Очень мощное орудие при решении диафантовых уравнений вообще. В частности, нашего уравнения про поиск кифагоровых троек. То есть, если произведение взаимно простых чисел равно какой-то степени натурального числа, то каждое из этих чисел равно той же самой степени какого-то натурального числа. Ну что? Докажем доказательства. Разложим Б на множители по нашему вот этому каноническому виду. Так как Б можно считать положительным, то с плюс-минусом вообще не паримся ни разу. А пишем Б равно П1 в степени альфа 1 и так далее. П, ну допустим, Р в степени альфа Р. Самое важное тут не обозначить, не ввести новый индекс каким-нибудь уже старым. Вот. Значит, разложим Б на множители. И как бы продолжим, запишем теперь это, да? А1 умножить на А2 и так далее на АК. Вот. А теперь смотрим. Вот если я... Да, я прошу прощения. Если Б раскладывается на множители вот так, то Н на степень как раскладывается на множители? Вот так. Правило действия со степенями. Вот. Если вдруг кому кто-то забыл, то степень в степени... Там, Х в степени Д и еще раз в степени С равно Х в степени ДС. Надеюсь, что это не вызывает сомнений. Ну а если вызывает, вспомните, что такое Х в степени Д. Это Д раз умножить Х на себя. А если потом еще в степени С, значит С раз умножить Д кратное Х на себя. Ну ясно, что это ДС кратное перемножение Х на себя. Вот. Итак, Б в Н. И тогда, если Б мы разложили, вот Б мы разложили на множители. П1 в степени А1 и так далее. П, Р в степени А1 и Р. Прекрасно. Тогда Б в Н, значит, вот у нас такое. И оно же равно вот этому произведению Ашек. Так. Сейчас мы уберем это наверх. И изучим эту ситуацию. Рассмотрим теперь вот здесь. Здесь вот это число, ну вот оно ровно так же и должно раскладываться на множители. Правильно? Но если мы начнем группировать простые для А1, для А2 и так далее, для АК, то в этих группах будут встречаться совершенно разные простые числа. В то же время, согласно основной теореме арифметики, когда мы разложим каждое из этих чисел, в итоге должно получить ровно вот это разложение. Что это означает? Это означает, что все вот это целиком, вот вся эта группа целиком, входит в одно и только в одно из этих чисел. И не может быть так, что вот здесь, например, вот эта штука есть П, там один в степени какой-нибудь квадрат на какие-то еще. И вот эта там штука равна П1, там, например, в третий на какие-то еще. Да? Почему не может? Да потому что тогда у этих двух возникает общий множитель, П1. Вот. Такого быть не может. Значит, эта группа и каждая из остальных групп тоже целиком входит только в один множитель. То есть я даже не могу сказать, какой именно. Вот П1 в степени n α1 входит в разложение либо числа А2, либо числа А1, либо числа АК, либо какого-то промежуя. Берем следующую группу. П2. П2 в степени n α2 и вот эта группа простых, то есть, точнее, простое число в степени вот такой большой, оно тоже, оно где-то вот целиком входит в одно из этих чисел. Может быть, даже в то же самое, если уж ему очень сильно повезло. У него сразу две соседние группы вошли. Но факт опять в том, что у нас не бывает так, чтобы эта группа разбилась на какие-то две части и часть простых, вот часть П2 в какой-то степени, если это вот была П2 в степени 10, и что вот это вот П2 в кубе на что-то, это П2 в седьмой на что-то. Тогда опять вот у вас общий множитель, которого нет. Значит, тогда получается, что каждая А и Т, это какие-то группы, П там, не знаю, G1 в степени n α, да, G1, много индексов очень, умножить там на П, G2, но мне как-то нужно сказать, что я не перечисляю подряд, а какие-то выбираю, выхватываю из этого набора, тут тоже работа с индексами тоже одно из муторных совершенно, один из муторных навыков, которому нужно в математике привыкнуть. Как я могу записать, что А и Т есть произведения некоторых из этих групп? Только так. Я должен здесь поставить какие-то новые индексы с номерами, да, потому что, если я буду писать опять П1, П2, это будет, значит, я утверждаю, что первая группа целиком обязательно здесь сидит, но я не знаю, где она сидит, я только знаю, что все эти группы целиком входят, вот они целыми своими, вот такими вот, вот, ну и так далее. Ну, из этого уже совершенно очевидно, что альфа, что это А и Т равно P G1 в степени альфа G1 на P G2 в степени там альфа G2, да, и так далее, все в N степени, просто по правилу, по правилу взведения степеней, по правилу оборота со степенями, как мы с ними играем. Произведение, ну, опять же, да, вы можете просто с этим поиграться, вспомнить, да, что такое степень произведения, да, альфа, бета в катый, равно альфа в катый, бета в катый, ну, потому что здесь вы написали альфа, бета, альфа, бета, альфа, бета, альфа, бета и так далее, К раз, а здесь альфа-альфа-альфа-к раз, потом бета-бета-бета-к раз. Это просто за счет того, что умножение, как мы видели на картинке, позволяет менять местами множители, и просто можно все альфа туда, а все бета туда, и все. Соответственно, получается, что а и есть n-ная степень вот этого вот числа, и все доказано. Остальные тоже. Итак, вот наш, собственно говоря, самый главный прием закончен. Все! Осталось расплюнуть. Итак, раз а пополам в квадрат равно c плюс b пополам на c минус b пополам. И вот эти взаимно простые целые числа. То c плюс b пополам равно какому-то m в квадрате, какому-то целому числу в квадрате. А c минус b пополам равно какому-то n в квадрате. Но тогда помним, что если мы сложим эти два числа, получится c, а если правой части сложим, то получается m квадрат плюс m квадрат. А если вычтем из этого числа это, то получится b. И оно будет равно m квадрат минус n квадрат. Ну и кроме того, смотрите, а пополам в квадрате после вот такого равенства равно m квадрат умножить на n квадрат. И это все положительные целые числа. То есть можно честно извлечь корень. Если квадрат числа равен такому произведению, то есть m n в квадрате, то тогда а пополам равно m умножить на n. Но если а пополам равно m умножить на n, то а равно 2 m n. Это знаменитые, великие, ужасные. Это общая формула пифагоровых троек. Или эта формула дает нам единое выражение через параметры для любого прямоугольного треугольника с целыми сторонами самого маленького в серии подобных друг другу. То есть как бы окончательно будет немножко иначе. Ну как бы будет, что в общем виде c равно некоторому k на m квадрат плюс n квадрат, да? b равно некоторому, извините, тому же самому k на m квадрат минус n квадрат и a равно k на 2 m n. То есть произвольный треугольник отличается от самого маленького просто тем, что мы его увеличили в какое-то количество раз. И вот это вот самая окончательная формула. Ну а фактически интересная и содержательная часть стоит в том, что если треугольник со сторонами ABC прямоугольный и самый маленький в серии, то есть если ABC взаимнопростая в совокупности или попарно, что одно и то же для данного уравнения a квадрат плюс b квадрат равно c квадрат, то обязательно существуют целые числа m и n. Такие, что, ну понятно, из этого равенства ясно, что m больше n. Вот, что c равно сумме квадратов чисел m и n, b равно разности квадратов чисел m и n. Ну а a равно 2 умножить на m умножить на n. Вот, ну тут как бы ясно, что если бы у m и n был общий делитель какой-то простой, то c, b и a он бы тоже был. Поэтому ясно, что в этом выражении эти существующие m и n обязательно взаимнопросты сами. Более того, они обязательно разной четности, потому что если бы они были оба нечетные, ну оба четные не могут быть, потому что взаимнопростые, а оба нечетные не могут быть, потому что тогда c, b и a все три делились бы на 2. И это опять бы не был самый маленький треугольник в своей серии. Итак, окончательно мы доказали, что если рассматривается произвольный прямоугольный треугольник с целыми сторонами, самый маленький в серии подобных друг другу прямоугольных треугольников, подобных ему, то существуют целые положительные числа m и n разной чётности, такое, что m больше n, и что c равно m квадрат плюс n квадрат, b равно m квадрат минус n квадрат, и a равно 2mn. Немножко истории вопроса. Расслабимся. Эта формула была известна индусам древним. И, возможно, они использовали её, ну, как бы, знаете, если вы её угадали, то проверить её несложно. Правда? Как проверить, если вы угадали эту формулу? А просто возьмите и напишите. Ну, то есть, грубо говоря, проверить, что эта формула даёт стороны какого-то прямоугольного треугольника, никаких проблем нет, потому что, что вот это такое? Это m в четвёртый плюс 2m квадрат n квадрат плюс n в четвёртый, да? А, соответственно, это было у нас что? c в квадрате, да? А что такое a квадрат плюс b? А квадрат по тем формулам? Это, значит, ну, начнём с b, да? Это вот это в квадрате плюс вот это в квадрате, ну, и, как бы, раскрываем скобки m в четвёртый минус 2m квадрат n квадрат плюс n в четвёртый плюс 4m квадрат n квадрат. И вот вам налицо минус 2 плюс 4, при введении подобных членов у нас получается тождественное равенство, тождество. Вот. Ну, и, как бы, иногда с детьми играешь там, типа, давайте мы сейчас волшебники, мы сейчас возьмём, там, m равно 11, а n равно 8. Фигак, значит, вычисляем c, вычисляем b, вычисляем a. Я говорю, дети, а теперь c везде квадрат и сравните с a квадрат плюс b квадрат. Они, ой, совпало! Ну, это-то не номер, что совпало. Проверить-то можно и в общем виде. А вот вывести и доказать, что никаких других вариантов нет, что если есть такой треугольник, то обязательно есть некоторые целые m и n с таким свойством. Вот это номер. И вот это индусы, как мы сейчас считаем, ещё не умели. Впервые это появляется у диафанта Александрийского. Но я потом про это расскажу, когда мы про теорема фирма будем говорить. Вот. Ну и, так сказать, завершим это так, что вот если это m и это n, да, и вот m больше n, так, m больше n, значит, что нам только вот эту часть надо рассматривать. А целочисленность означает, что я должен через равные промежутки провести такие вот отрезочки, да, вот. И тут тоже попадая аккуратно куда надо, вот, провести. То в каждой точке, ну, в которой m и n заинопросты, в остальных тоже будут некоторые прямоугольные треугольники, но не самые маленькие в своей серии. В каждой точке будет жить какой-то, значит, треугольничек, да, который будет по этой формуле вычисляться. Там он какой-то такой вот вид будет иметь, там этот такой вид, этот такой вид, да. Вот, то есть, как бы, они, все вот насельники в каждой точке, да, в которой m и n взаинопросты, будет сидеть вычисленный по этим формулам прямоугольный треугольник с целыми сторонами. И все, вот, вот это вот, все, что есть, все, что есть минимальное в сериях. Все эти вот в каждой точке вычисленные прямоугольные треугольники, они исчерпывают все вообще прямоугольные треугольники с целыми сторонами. Формула для пифагоровых троек полностью доказана. Обоснованно, что только такие, такие и только такие. Ура!